На площади перед театром «Наш дом» состоялся праздничный митинг. В честь Дня народного единства химчане вышли на улицу, многие целыми семьями. Приглашенные артисты порадовали зрителей музыкальными и танцевальными номерами, а представители власти поздравили жителей городского округа. Уже со времен Минина и Пожарского мы доказали, что в самые трудные времена мы становимся одной стеной, плечо к плечу. Мы защищали свою страну, отстаивали ее из веков в века. Сегодня пришли люди, пришли гости поздравить друга, посмотреть на этот концерт и просто поучаствовать в этом мероприятии и показать, насколько он важен и значим для нас, насколько важно и значимо чтить те традиции, ту историю нашей страны, которая поистине героическая, поистине настоящая и достойна уважения. День народного единства – праздник с богатой историей. Приурочен он к событиям 17 века. В 1612 году народное ополчение освободило Москву от польской интервенции. Во главе армии стояли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. В 1649 году указом царя Алексея Михайловича этот день был объявлен государственным праздником в России. Затем во времена Советского Союза традиция отмечать его прервалась. И только в 2005 году ее восстановили. Сегодня, можно сказать, даже двойной праздник, потому что этот праздник народного единства проходит под покровительством Казанской иконы Божьей Матери. То есть Пресвятая Богородица, она как бы благословляет весь наш российский народ. Здесь замечательный праздник, который состоялся в нашем городе Химке. Он объединил весь народ нашего города. И мне кажется, это замечательная традиция, замечательный праздник. Праздничные мероприятия проходили по всему городу. Самые спортивные горожане отметили важную дату по-своему. На воркаут-площадке в парке имени Льва Толстого состоялись соревнования по подтягиваниям и отжиманиям на брусьях. Цель – здоровый выбор жизни по программе «Спорт городского округа Химки». Сюда не обязательно профессиональные спортсмены. Может принять участие любой желающий, любой прохожий. Победителей выбрали сразу же, нехитрым способом. Почитали, кто в сумме больше всех смог подтянуться и отжаться. После вручили памятные и полезные призы спортивной тематики. Фирменные футболки, специальные петли для тренировок и турник для занятий дома.